На фестивале именитые музыканты будут не только радовать публику исполнением джаза, но и проводить мастер-классы для всех желающих. Один из таких накануне прошел в зале колледжа искусств. Провели урок с акстофонист Игорь Бутман, известный пианист Валерий Пономарев и выдающийся трубач Николай Левиновский. Поучаствовать в мастер-классе пришли как простые любители музыки, так и студенты колледжа искусств, которые очень рады возможности поучиться у мэтров. Хочется идти в пляс, танцевать, даже брать инструменты, играть вместе с ними, потому что как они играют, как они музыку чувствуют, они передают это тебе ощущение. И ты, как бы ты ни хотел, ты врываешься в это же ощущение вместе с ними. Сегодня в информационном центре прошла пресс-конференция, на которой участники акваджаза поделились с журналистами интересными историями о своем творчестве и о джазе в целом. И, конечно же, много было сказано о фестивале этого года. Игорь Бутман надеется, что участники фестиваля выступят в Сочи не только в рамках акваджаза. Мы с нетерпением ждем начало Олимпиады, с нетерпением ждем, когда сюда приедут великие спортсмены. Но музыкальная, культурная программа, которая, конечно, не обойдется без джаза. И надеюсь, что все коллективы, которые принят участие в фестивале, смогут себя и показать и во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Четвертый фестиваль акваджаз проходит в рамках культурной Олимпиады Сочи 2014. В этом году он соберет на курорте мировых звезд джаза из России и США. За четыре года существования фестиваля он уже зарекомендовал себя как один из ярчайших в России и Европе. И завоевал средства множества поклонников музыки. Помощь в организации акваджаз в Сочи оказала и администрация курорта. Фестиваль джаза – это огромная энергетика, которую мы получаем, и которая придает нам всем уверенность и силы, которые нам так сейчас нужны. Открытие фестиваля состоялось сегодня в парке Ливьера. В пятницу музыканты выступят на площади перед Художественным музеем. В субботу у Органова зала. Вход для всех бесплатный. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.